Друзья, это программа «Особый случай». Мы вас приветствуем на телеканале «Комсомольская правда». Сегодня уникальная программа, честно, потому что, вы знаете, ну вот я застал советское время, я сейчас листаю подшивки газет «Комсомольская правда» за 77-й год. Здесь, если полистать их, можно увидеть, ну такие достаточно избитые названия, там «Письмо позвало в дорогу», «Нам пишут», «В поисках выхода», «Молодым дерзать». И периодически попадаются такие заголовки «Школа мужества», «Герои наших дней». Передо мной сейчас «Комсомольская правда» за 4 февраля 77-го года, где вышла статья под названием «Непобежденный». Это большая была публикация, очень резонансная для 77-го года. И сегодня мы будем вспоминать события 77-го года, мы будем вспоминать героя этой статьи, тогда молодого коммуниста, летчика ВВС, как написано в этой статье, Юрия Козловского. Он у нас сегодня в студии. Мы поздороваемся буквально через несколько минут. Я сейчас хочу, чтобы вы поняли, о чем пойдет речь, о чем говорилось в этой статье, в газете «Комсомольская правда». Мы подготовили специальный сюжет, а потом я представлю нашего гостя. Давайте посмотрим. Имя 30-летнего капитана ВВС Юрия Козловского 40 лет назад было на слуху у каждого советского человека. Во время одного из ночных полетов Юрия Козловского в Забайкалье в марте 73-го отказал двигатель самолета. Пилот связался с землей. Командование предупредило. Чита, нужно подальше увезти самолет от города. Юрий Козловский сумел. Катапультировался в последний момент. При падении получил открытый перелом обеих ног. Без еды и теплой одежды он несколько дней полз по 30-градусному морозу. Его нашли только через трое суток. Потом военный госпиталь, ампутация ног, 20 операций и протезы. Заново учился ходить и жить. Все это время верил не в чудо, а в себя. Он стал лауреатом премии Моресьева за волю к жизни. Думал, что сможет прожить без неба, но желание летать оказалось сильнее боли от протезов. Его история болезни – пример личного героизма. А его желание подняться в небо спустя почти 40 лет после несчастного случая просто поразительно. Юрий Валентинович Козловский у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Все правильно рассказали? Правильно. Я хотел бы сейчас… Только тогда мне было не 37, а 30 лет. 30, а я сказал 30. А 30, да, мне показалось 37. Да, я хотел бы сейчас обратить внимание, чем заканчивается эта статья, статья Геннадия Бочарова, нашего публициста, работающего тогда в газете «Комсомольская правда». Вопрос, когда начнешь летать? И вот тогда 30-летний, собственно говоря, Юрий Валентинович отвечает. «Постарайся понять, летать так, как я летал тогда, я теперь не смогу, а летать лучше не смогу, тем более. Мы с тобой знаем современный самолет, а летать хуже я не желаю, летать хуже нельзя». И все-таки вы поднялись в воздух. Вот это что? Это когда вы слегка покривили душой? Нет, дело в том, что на истребителях я, естественно, и сейчас не летаю, но о малой авиации я в то время вообще не думал. И она-то появилась совсем недавно, вместе с распадом Советского Союза. Начала появляться малая авиация, значит, была создана Федерация малой авиации. Тогда как бы частные пилоты, появились частные пилоты, которым дано было право летать. И, естественно, там несколько менее жесткие были условия по медицинским показаниям для того, чтобы подняться в воздух. И вот поэтому я и пришел в малую авиацию. Я хотел бы сказать, что сегодня вообще, по сути, с Юрием Валентиновичем должна была и супруга принимать участие в нашей программе. Она приболела немножко, да? Мы вам... Как ее зовут? Надежда Егоровна. Надежда Егоровна. Здоровья вам крепчайшего. Выздоравливайте. Ну, я надеюсь, сегодня вот за двоих, Юрий Валентинович, будет... Ну, не то чтобы отдуваться, мы просто пригласили этого человека, чтобы понять, а вот сильно изменилась после статьи «Непобежденный» в комсомолке ваша жизнь? Там ведь было потом много статей. Подвиг, что такое подвиг и так далее. После комсомолки, да, жизнь моя изменилась, то я был в каком-то забвении. Ну, это 77-й, в 73-м году я катапультировался, 4 года прошло. Так вот я жил потихонечку. И вот эта статья обратила на меня внимание, во-первых, общественности, а во-вторых, комитет комсомола, вот, и меня комитет комсомола взял под свою опеку и вели меня по жизни. А до этого у вас вот эти вот три, ну, я понимаю, что там лечение, реабилитация... Ну, там два года, да, я в 73-м году катапультировался, в 75-м году я выписался из госпиталя, был уволен из армии, и вот еще два года, как бы, мое становление было в жизни, потому что жизнь-то надо было менять, она стала не такой, какая была раньше. Ну, и, конечно, вы не задумывались о том, что в 30 лет надо будет радикально все поменять. Конечно, не задумывался я в то время, вернее, до того, как прыгнуть с самолета. Потом задумался, и вот печать, ну, в первую печать была, это в «Красной звезде», а вот затем уже не побеждена. «Красную звезду» как-то так не отригрывал народ, да, его, как правило, военные читают. А здесь прочитала молодежь, наша передовая часть общества, и вот дальше уже, как бы, на меня обратили внимание, я устроился на работу, и вот пошел, пошел. Вы знаете, жизнь удивительная штука. Вот, казалось бы, многие ищут какие-то приметы, какие-то намеки на то, что могло бы произойти, и, в принципе, Юрий Валентинович, оказывается, до полета разговаривал с врачом. У нас есть запись, когда Юрий Козловский рассказывает об этом, наш сегодняшний гость. Давайте послушаем, как он рассказывает о том, как происходила беседа с врачом. Лейтенант такой был у меня, не у меня, он был в третьей эскадрилье. Мы жили в одной квартире, холостяки. Вот, у меня там своя комнатка была, у них своя. У нас трехкомнатная квартира, они в своей комнате, в одной комнате жили, я там поменьше жил один, вот, а зал у нас был общий. Ну и вот там собрались, мы там в зале выходили, встречались. Вот, ну вот он спрашивает у меня, вот, а вот что делать? Ведь забрекали, город от города, где-то 500 километров, населенный пункт от населенного пункта. Вот, я говорю, ну, во-первых, ты не упадешь точно посередине. Значит, что-то будет ближе. Что-то будет ближе, значит, уже меньше 250. Вот, а потом, говорю, нужно ползти, то есть идти. Не важно, куда, главное идти, вот, в какую сторону. Вот, может быть, на Кошару какую-то, ну, Кошара, Кошара, это буряты на зиму выводили на выпуск овец. Вот, и, ну, то есть они там не у себя дома, а где-то, потому что они все объедают. Вот, и они их водили, делали, они там свои какие-то там строения делали. Вот, это стоянка такая. И вот они там пасли овец. Вот, значит, если они там все съедали, эти овцы, то они перемещались на другое место. Вот, так что на такую Кошару можно было вполне попасть. Вот, потом можно было попасть на геологов. Там геологов разведочной партии частенько можно встретить. Вот, ну, и нужно как можно дольше жить, чтобы дать возможность с поисковым группам времени, как можно больше времени, чтобы тебя нашли. Мы продолжаем. Это программа «Особые случаи». Я хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Есть телефон прямого эфира 8800-100-17-01. Если есть какие-то комментарии, если, может быть, кто-то помнит эту публикацию в «Комсомольской правде» от 1977 года, милости прошу. У нас сегодня в гостях Юрий Валентинович Козловский, военный летчик первого класса, майор, герой публикации «Непобежденный». Вот встреча с врачом, разговор о возможном падении, куда ползти. Наверняка ведь за прошедшие 40 лет вы в голове ни раз, ни два прокручивали вот эту вот ситуацию. Там же двигатель отказывался, мол, ну да. А можно ли было как-то дотянуть, можно ли было не катапультироваться, а совершить жесткую посадку, можно ли было сделать как-то по-другому? Прокручивали это все в голове? Ну, это была ночь, там вариантов не было. А внизу тайга, да? Да, вариантов не было, там земли-то не видно. Поэтому такой вариант в данный момент не прокручивался. Да и вряд ли прокручивался раньше, он начал прокручивать свиньева после того, как я оказался в Забайкале. До этого я служил в группе советских войск Германии, и там, в принципе, населенный пункт на населенном пункте. Там, если катапультировался, я буквально через час уже найдут в любом случае. Вот, если не раньше. Вот, это самый крайний срок. А почему же посадка такая жесткая? Вроде катапульта, парашют. Вы приземлились неудачно, переломы? Я катапультировался на пределе, и подкрытие парашюта почти совпало с приземлением. Это на какой высоте было? Ну, я катапультировался на высоте 200 метров. 200 метров? Ну да, там, чтобы толчок и открытие парашюта. И на камне, да, это все было? Ну да. Камни, деревья. Вас же потом очень часто сравнивали с Моресиевым, да? Еще один легендарный человек, имя которого обессмертил Борис Полевой. Насколько точно и правильно это сравнение? Ну, сравнение правильно, наверное, в том случае, что я оказался также один на один зимой, в мороз, один на один без людей. Единственное, ну, также, наверное, и у него ноги не работали. Он тоже полз, вот, но у меня были открытые... Ну, у меня, во-первых, мороз был значительно больше. Вот, 25-27, до 30 доходил. А вы шире сделали как? Я просто, я не могу даже это спроецировать на себя. Ну, я просто не знаю, как я себя поведу в этой ситуации. Просто, ну, сказку про двух лягушек, да, которые в молоко попали. Одна сразу лапки сложила, и другая, а другая, знаете, как говорил... Пока масла не сделала, да? Да, пока масла. Как говорил товарищ Сухов, тебя сразу убить или лучше помучиться? Лучше, конечно, помучиться. Это была такая жажда жизни. Я понимаю, 30 лет все только началось, да? Конечно. Но кровопотеря, болевой шок, совершенно непонятно. И у вас компас был с собой, навигационный... Нет, но компаса не было. Я слышал, был в 7 километрах от шоссе, и слышал гул машин, двигателей автомобильных. И я вот на этот гул выползал. Понятно. Там хорошо, что недалеко было шоссе. Я 7 километров прополз за 3-3 суток. Вот. Ну, и возвращаясь там... Ну, во-вторых, я был одет очень легко. Вот. Как бы морозы большие кончились. Было 50 градусов, сейчас стало 30. Уже почти что Сочи. И поэтому мы уже так переоделись, и я был на лихе одет. И что? Ну, и кровопотери у него не было, у меня была кровопотеря. Вот. Возможно, я вот и через 3 суток потерял сознание, потому что потерял крови 2,5-3 литра. Вы знаете, мы хотели бы сейчас, ну, я не знаю, насколько эта встреча будет неожиданной, но мы просто хотели бы сейчас в студию позвать человека, который, собственно, и написал про вас. Мы позвали журналиста Комсомольской правды, нашего публициста, человека, который работал в Комсомольской правде в конце 60-х годов и работал вплоть до начала 80-х годов. Геннадий Николаевич Бочаров у нас появится буквально через минуту в студии. Как давно вы не виделись? Мы вообще с 77-го года, мы встречались, наверное, раз 5 за все время, да. И последний раз мы с ним встретились, когда он написал книгу, сдал в печать книгу. А вот и он, да, а вот и он. Геннадий Николаевич Бочарович. Ой-ой-ой. Так, порвим, провода у тебя все хватит. Здорово, дорогой. Здравствуй. Привет. Привет, я пока на экране увидел тебя. Ну, вот и встреча. Ну, ты помолодел, да и все. Ну, я тебе говорю. Да, да. Юрий Валентинович, присаживайтесь. Сюда? Да. Надо снова надеть, будет наушники. О, я вижу подшивку комсомольской правде. О, прекрасно. Когда последний раз Юрия Валентиновича видели? Юр. Вот когда ты книгу написал. Последняя книга была у меня издана в молодой гвардии 6 лет назад, по-моему. Мы тогда обменялись книгами. Там о нем шла речь тоже, естественно, так сказать. Вот. Так что прошло. Ну, мы живем в координатах вечности уже. Поэтому, так сказать, нам не 20 лет. Для нас 6 лет это не время. Геннадий Николаевич, сейчас благодаря интернету все можно сделать оперативно, да? Да. Прошло в 73-м году, вот это вот все случилось. Комсомолка опубликовала это в 77-м. Понятно, что у вас была журналистская командировка. Вы все это искали, рассказывали. Большая статья, вот она. Вот она. Я вижу, да. В 110 странах мира перепечатана. Здесь возникает вопрос. Как вы нашли, Юрий Валентинович? То есть, как вы о нем услышали? Вы прочитали у коллег в Красной Звезде? Ну, естественно, я прочитал в Красной Звезде. Я выступал просто перед коллективом Красной Звезды. Мы тогда, я дружил с... Ну, как дружил, ну, в общем, хорошие отношения были с Константин Михайловичем Симоновым. И он выступал в Комсомольской правде. А меня в этот день пригласили в Красную Звезду. Я уже как бы много у меня было публикаций такого рода. Вот. И там я прочитал, как раз мне рассказали о Юрии. Но я прочитал, это такая скомканная, в общем, была вещь, специфическая очень. По военному уже. По военному. И там не было и половины деталей, которые потом мне разрешили. И в связи с этим я могу сказать, что произошел уникальный вообще случай. В то самое подцензурное время, которое было, особенно военная цензура, свирепствовала. Мы отправляли в Комсомолке пакет на пироговку там, значит. Ждали месяц, приходило там все исчерканное, все такое. Когда послали вот этот материал, я его на всю катушку, после наших многих разговоров, бесед с людьми и так далее. Но Юрий Валентинович был уже уволен из армии, да? Да, конечно, да, да. Но все равно приходилось согласовывать. Ну, это военный материал, абсолютно. Мы все согласовывали, но это военный в чистом виде материал. Вот. И на второй день вдруг раздался звонок из военной. И в чем меня попросили, не главному редактору, а главным был Геннадий, по-моему, Селезнев тогда. Он был специальным потом Думы. Я его сегодня поздравил с днем рождения. Я его утром поздравил с днем рождения, да. Вот. Позвонили и попросили меня приехать. Я приехал, меня встретил главный цензор вооруженных, генерального штаба вооруженных сил СССР. Генерал-лейтенант, не помню фамилию. Потом он письмо даже прислал еще. Он сказал, пожал руку и сказал, ни слова они не убрали. Сказал, отныне вы можете обращаться ко мне напрямую, без аппарата. И таким образом, вот с помощью Юры и его истории этой потрясающей, все детали были сохранены. И произвело, в общем, большое впечатление. По данным библиотеки прошлой имени Ленина, этот материал был опубликован примерно в 110 или 115 государствах, изданиях в разных государствах мира. И с этим же заголовком, кроме одного случая. В одном случае было. Летчикам меньше, человекам больше. Вы, кстати, в своих вот этих штуках, что он повторил подвиг Моресьева, это, конечно, неправильно. Трактовка неправильная. Это по духу, да, это сравнимо, так сказать. Вот эта тяга к профессии, влюбленность в нее, сила, которую он проявил и так далее. Это я не хочу повторять то, что известно. Тысячи писем и все такое. Но на самом деле, он-то как раз, концепция моя заключалась в том, что человек не должен, не имеет права, худшее, что может человек себе позволить, это снижение с той высоты, на которую он уже хоть однажды поднимался в своем деле. Ну, собственно, я уже процитировал этот финал. Это вы не цитировали. Вы цитировали там, где Юра сказал, что современный самолет, на нем нельзя так летать. А то, что он начал летать, ну, это флаг ему в руку. Я счастлив, что он один из тех героев, которых до сих пор помнят и приглашают. У нас на телеканале сейчас внизу бегущая строка, там можно оставить свои сообщения. Вы видите ТВКП, можно присылать смс-сообщения свои, можно позвонить по телефону прямого эфира. Вот там уже Юрию Валентиновичу желают просто крепкого здоровья. Говорят, что прекрасно выглядите. Да, подтверждаю. Я должен сказать, что помимо статьи непобежденной, нашему гостю Геннадию Бочарову, хотя какому гостю, это я скорее здесь гость, а он здесь хозяин. Так вот, Геннадию Бочарову пришлось возвращаться в этом же месяце, в феврале 77-го года, спустя 20 дней, 3 недели. Там, по-моему, засыпали редакцию письмами, да? Ну, писем были тысячи, конечно, десятки тысяч. А вот самое интересное, что я хотел бы спросить, с врачами удалось поговорить? Ведь, да, подвиг, да, понятно, человек, несколько дней в лесу, один на один, борьба за жизнь. Но ведь потом-то, потом, извините, надо было на ноги вставать, надо было, я понимаю, что сейчас современная медицина шагнула далеко вперед, а тогда-то. Удалось ли поговорить с врачами? Я вам должен сказать, что любая полоса, которую я публиковал в «Комсомольской правде» за 17 лет и в литературной газете, требовала от меня разговора не только с врачами, а со всеми буквально людьми, косвенно или напрямую причастным тому или иному человеку. Я без этого не готовил материалов. Поэтому они живут и помнят об этих людях. Я старался так, вот, подать человека со всех сторон, чтобы было ясно, что это не проходной какой-то там случай, а это тот случай, который ломает наши привычные представления о возможностях человека. Вот его случай ломает наши представления о возможностях человека. И когда... А вы врача своего вспоминаете? Да у него их было сколько? У него много было. У него были десятки врачей. Мы хотели с ним созвониться, но, к сожалению, человек ушел из жизни еще там в середине 80-х, по-моему. Кстати, вот обо мне слух-то пошел как раз оттуда. То есть из Ленинградской академии имени Кирова. Врачи, которые меня лечили, написали письмо в «Красную звезду». Вот, рассказали о моем случае и просили написать обо мне. Вот, и вот это было сделано. То есть они удивлялись тоже очень многим вещам, связанным с тем, что он стал их союзником в борьбе за собственную жизнь. Я прошу прощения, может быть, слегка интимно-медицинский момент, Юрий Владимирович. Юрий Владимирович, я не знаю, приходилось ли за 40 лет как-то на другие модели протезов-переходителей. Это те же самые с 1977 года. Нет, конечно, все идет вперед, все меняется, конечно, все на самых современных хожу. Не наших, конечно, но современных. Сейчас Боинг делает колоссальные. А мы, у нас просто на прямой связи Армен Саркисян, инженер-протезист. Армен, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот насколько сейчас современная медицина действительно может помочь человеку, который под тем или иным причинам потерял ноги? То есть насколько человек может не ощущать свою, как это говорит, я не хочу говорить... Инвалидность, да? Это неправильно. Ограниченные возможности. Ага. Да, вот насколько сейчас медицина шагнула вперед и насколько сейчас возможно человеку подарить вторую жизнь? Извините за высокопарные слова. Ага. Иногда так и получается, люди возражаются после протезирования. Я бы тут разделил, как бы акцент расстал немножко по-другому. Медицина – это одно, протезирование – это другое. Вот протезирование, вот как Юрий Валентинович сказал, да, что у него сейчас современные протезы, наверняка с силиконовыми чехлами, углепластиковые стойпы, там замки. То есть человек более чем нормально ходит, и дай бог. С точки зрения чистой медицины есть вот остеоинтеграция, операция, которая началась с автоматологии, когда имплантируют зубы, да, вот в десны, в винте, вот титановые степты, и на которых потом собирают искусственные зубы. Медицина сейчас продвинулась настолько, что теперь остеоинтеграция помаленьку внедряется в протезирование, то есть можно сделать протезы без культиприемных гельц. И через 23-й, дай бог, мы все протезисты остаемся, грубо говоря, без работы, потому что будут имплантироваться большинство пациентов титановые штифты в трубчатые кости, и люди будут ходить уже на протезах без культиприемных гельц. Юрий Валентинский, наверное, подтвердит, что сейчас у него культиприемные гельзы, которые, как бы удобно не были, они доставляют определенные неудобства, да, там путь спотеет, на силиконовые чехлы сползают, это рвется помаленьку, то есть есть какие-то проблемы, связанные со внешним окружением. Да, Армен, скажите, пожалуйста, а вот то, что вы сейчас рассказываете, это и у нас делается в стране, а то у нас привыкли говорить, вот на Западе это делают, а у нас нет. Вы знаете, по некоторым слухам наши ортопеды, вот травматологи тоже подходят к этой вот идее, но она начала активно продвигаться в Швеции, в Америке и в Англии. Там около тысячи пациентов уже протезировали, вот именно вот остеоинтеграцией, а вот у нас, насколько я знаю, такого широкого вала, такого момента нет, потому что операция достаточно дорогая, но какие-то разработки ведутся, люди вникают, потому что там уже разрабатывается вопрос, какова форма штифта, должен быть он гладкий или вибристый. То есть какие-то моменты отрабатываются, хотя когда я загорелся этой идеей, вот где-то в 93-94 году, многие ортопеды от меня отмахивались, типа, арманты, фантазеры, это все невероятно. Ну вот, к сожалению, мы опять-таки немножко остаём, но я надеюсь, не так фатально, потому что медицина у нас, дай бог, развивается, и мы очень будем надеяться, что она не будет отставать сильно и фатально. Спасибо большое, Армад Саркисиан, инженер-протезист Юрий Валентинович, должен просто, обязан спросить, это сейчас, а вот тогда, 73-й год, я не знаю, каким был ваш первый вопрос, когда вы очнулись уже в госпитале, да, когда прошла ампутация, там, смогу ли я ходить, смогу ли я летать, я понимаю, какие мысли были в голове, а как дальше жить. Тяжело все было? Я, опять же, я не могу это пропустить через себя, не дай бог, но хотелось бы услышать. Значит, текла кровь кругом, то есть движения пальцев уже не было, и я понимал, что ампутация будет. Вот, и вот тогда, кстати, я вспомнил Моресева и подумал, что, ну вот человек ходит же, человек живет полной грудью, живет полной жизнью, но, наверное, я так смогу. Вот, и когда я был в госпитале, когда мне предложили ампутацию, вот, то есть просто мой лечащий хирург, он был ведущий хирург, начальник даже хирургии первой был в Читинском госпитале, он пришел и сказал, Юра, значит, такая ситуация, у тебя началась влажная гангрена, медлить нельзя, нужна ампутация. Вот, я говорю, ничего делать нельзя, он говорит, ну к нам летит сейчас из Ленинграда полковник Орлов, будет примерно через час, если позволит погода, вот, через час я к тебе подойду, вот, через час он ко мне пришел и говорит, что, значит, самолет сидит в Новосибирске, Орлов прилететь не может, потому что нет погоды, вот, надо решаться. Я говорю, давай. И тут же принесли из бумаги, написали, не я писал, они сами написали, что я с ампутацией согласен, единственное, что меня попросили расписаться, но у меня руки тоже не работали в то время, я как-то зажали мне эту ручку между трех пальцев, держали вот так сверху, а я, значит, вывел, что я Козловский. А потом фантомные боли, вот это вот все было. Это уже позже фантомные боли, когда все зажило, сначала-то болели не фантомные боли, а просто раны. Вы извините, что я, может быть, бережу какие-то раны, но мне просто, вы знаете, всегда говорится, что друг познается в беде. И когда пришлось менять жизнь, я знаю просто нескольких людей, у которых были менее сложные ситуации, от них отворачивались знакомые, уходили друзья, иногда жены уходили. Вот стоило только человеку, может быть, приблизиться к порогу, от которого надо срочно уходить. Насколько я понимаю, вот я не знаю, вы были уволены из армии, вроде как, да, теперь уже друзей, с которыми летали вместе, с которыми жили вместе, можно уже назвать бывшими коллегами. Было такое или все-таки никто не отвернулся? Нет, никто не отвернулся. Меня, когда я лежал в военно-медицинской академии, во-первых, сразу там еще в Чите ко мне стали приезжать, прилетать даже друзья стали. Вот, неблизкий край, летяйте с центральной полосы в Забайкале, уже туда прилетали, чтобы поддержать. А когда лежал в военно-медицинской академии имени Кирова, каждый считал своим долгом часть своего отпуска посвятить заезду в Ленинград и пообщаться со мной. То есть, и эти друзья, до сих пор мы общаемся. А вы с супруги уже, 30-летние, вот вы уже были женаты, да? Нет, нет. Я женился в 77-м, уже после непобежденного, после статьи. Но жена не была той самой поклонницей, которая прочитала эту статью? Нет, она даже не знала. Нет, она знала и в школе писала сочинения на эту тему, но меня не знала. Мы познакомились случайно, вот. И она даже первое время не знала, кто я такой. А что она написала в сочинении, не интересовались? Нет, не интересовались. Геннадий Николаевич, по вашей статье писали сочинения. Ну, очень много писали, по многим статьям и в учебниках, ну и что? Я просто думаю, я сейчас немножко от этой истории, вот буквально на минутку мы отбежим. Лучше секунду послушайте меня. Скрепление с Надей, с его женой, произошло в голубом зале Комсомольской правды. Вот. Ну, куда, значит, я привел их. Это еще на улице Правды, просто сейчас мы находимся немножко в другом здании, да? Да, да, да. И поддержал эту идею бывший первый секретарь ЦК Комсомола Тяжелли Коблиния. Тяжелли Коблиния. Потому что, во-первых, все хотели на Юру посмотреть, а во-вторых, ну, жена. Вот. И как-то, так сказать, сделали свадьбу. Мы напечатали на первой полосе фотографию уже с молодой женой. Вот как это? Фата называется? Подождите, а это вы позвали? Ну, в голубой зал. В голубой зал позвали вы, да? Да, да. Да, но мне там Тяжельников вручал знак почета ЦК. В самом Комсомольской правде. Не в ЦК Комсомола. А в Комсомольской правде, да, Тяжельников. Тяжельников вручал знак почета. То есть у вас уже 36 средств Надежды Егоровны. Да, вместе. Начиная официально с голубого зала Комсомольской правды. Начиная с голубого зала. Значит, 30 апреля 1977 года мы расписались, и, кстати, Геннадий был у меня на свадьбе, а 5 числа мая мы уже были в голубом зале. Уже как бы официально представили, да, и дали публикацию на первой полосе с фотографией и так далее. А потом мы с ним улетели на Кубу, на всемирный фестиваль, где его со всех стран мира люди, так сказать, поклонялись, потому что газета «Huventud Rebelde», естественно, эта полоса была на испанском языке опубликована, вся Куба знала «Huventud Rebelde» по-испански. Ну, я понимаю, да. Я, хотите, на монгольском скажу, но речь идет вот об этой. И на набережной Малекон, куда вот, Мексиканский залив, откуда начинается Гольфстрим, где мы с Юрой, когда ходили, тысячи людей знали фотографию его везде. Да, узнали. Были, а это всемирный фестиваль. Вот если бы эта история произошла бы сейчас, я не знаю, как бы, ну, я не знаю, Юрий Валентинович, может быть, был бы послом доброй воли. А как все-таки жизнь-то сложилась после 70-х? Вот после этой публикации, паня, ну все, из армии уволены, 33 года человеку, да, все-все, на протезах. Жизнь как-то нужно переделывать, что было-то? Ну вот, 3-го, так, 5-го числа мы были в Комсомолке, а после Дня Победы, то есть 11-го числа, я вышел на работу на машиностроительный завод имени Павла Осиповича Сухого, который выпускает самолеты. Вот, и вот там пришел я туда, устроил меня туда, кстати, Ильюшин Владимир Сергеевич, вот, и я там проработал 14 лет. И от инженера-конструктора первой технологии я туда стал в итоге заместителем начальника специального конструкторского бюро. Я понимаю, какое количество людей познакомились, сколько людей вам пожали руки, сколько еще пожмут. Я просто думаю, ну вот, Геннадий Николаевич, а не было бы этой статьи? Вот не было бы. Совершенно другая бы история была, совершенно по-другому бы сейчас сидели и разговаривали, и сидели бы. Вот в чем вопрос. Я понимаю, что Комсомолка одна из самых популярных газет, и остается... Тогда был тираж, чудовищный. И читали, я просто сейчас думаю, а вот напишите вы еще такой разворот, понимаете? И поставьте рядом разворот какой-нибудь современный про маньяка. И маньяка будут звать на ток-шоу. А вот этот разворот я не знаю, кто прочитает или не прочитает. Я понимаю, что все поменялось, я понимаю, что все изменилось. И тем не менее, вот вы себя считаете, такая немножко мафиозная фраза, крестным отцом нашего героя? Конечно. Это важно, чтобы он считал. Конечно. А не я. Это во-первых. Во-вторых, изменилось, время изменилось, потому что меняются люди. Но вот я в последнее время, ко мне очень много обращается из телевидения Большого, и газеты, и так далее, возвращаются к моим героям. Вот, в частности, сегодня. Или, допустим, Шаварш Карапетян, который спас вот это. Он тоже у нас недавно был. Да, это моя полоса, которая вызвала сотни тысяч писем, сотни. Причем впервые, впервые подписи были не по одной, были письма по сто коллективных подписей из экипажей колхозов, совхозов, воинских частей, требовать, чтобы Шаваршу дали героя Советского Союза. Я был у всех руководителей, каких только можно, но тогда геронтологические были звезды, давали за возраст. Звезд было раз в 600, больше, чем героев. Вот. И у Юры произошла та же история, как и у Шаварша мы требовали тоже, так сказать, поскольку я единственное, чего добился, ему вручили в ООН фэрплей первому советскому спортсмену за благородство, проявленное, он же чемпион мира. Вот. А произошло, что ему дали знак, да? Нет, это орден. Орден дали, орден за вооруженных силах. За службу орден вооруженных силах. Да. А Шаваршу успели дать знак почета, самый первый орден советский. А по закону, который придумал какой-то австралопитек на заре, так сказать, еще, если за какой-то поступок тебя наградили любым орденом или наградой любой, следующий нельзя по повышению давать. Хоть умри. И вот сейчас опять буря, сейчас Шаварш нес и факел, все говорит. Я говорю, Шаварш, я не могу. Пять раз мы в концертной студии Останкино, я с ним выступал. Пять публикаций было, где, так сказать, уже после первой моей, которая заканчивала, что человек может, то он и есть. Вот. Все. Ничего. Непробиваемо. И вот Юра попал под такую же штуку. Хотя его жизнь и его, это даже трудно назвать, подвиг это когда что-то вмиг делается. У него жизнь героическая, потому что это тот быт, который, я еще раз говорю, превышает наши представления о том, как мы живем. Вы знаете, Геннадий Николаевич, для меня то, что сделал Юрий Валентинович, то, что он выжил, то, что он, вот, то, что я прочитал в статье «Непобежденный», это подвиг. Это героизм. А второй, ну, хорошо, это героизм, а второй подвиг, то, что он полетел. Я сейчас предлагаю, вот что Юрий Валентинович говорил в одном из интервью о своих полетах, давайте посмотрим. У меня появился знакомый, он, ну, знакомый, фамилия его Комаренко, зовут Алексей Григорий Алексеевич. Вот. Он директор Подольского завода швейных машин. Но он в свое время, когда закончил школу, он дважды поступал в летное училище. Не поступил по зрению, вот, то есть не прошел медкомиссию. Но мечта осталась. Он стоял у истоков создания Федерации любителей авиации вместе с «Волком». Космонавтом. Да, космонавтом. Ну, он летчик-испытатель и космонавт. У него появилась возможность и купить самолет, и все остальное, и научиться летать. И, как бы, отношение к медицине совсем другое. То есть другие допуски в малой авиации. У нас же ее не существовало тогда. Вот. А здесь вот сейчас она появилась, такая вот малая авиация. И он научился летать, и он летает сейчас. Вот. Когда я об этом узнал, я ему говорю, слушай, Гриш, прокати. Он говорит, хорошо. Год прошел, два прошел, три прошел, прошли. Вот. Он молчит. И вдруг, в 2011 году, он мне звонит. Слушай, ты там полетать хотел? Приезжай. Мы сели с ним в самолет и полетели. Ну, и сейчас, наверное, осталось спросить, Юрий Валентинович, первые ощущения. Вот. Полетели. Ну, первые ощущения, я как будто бы и не вылезал из самолета. Он там возился с картой, говорит, подержи управление, и я спокойно летал. Все нормально. И потом, когда мы прилетели, сели, я говорю, слушай, я хочу летать. Он говорит, ну, раз хочешь, значит, будешь. Слушайте, а вы-то человек эмоциональный, Юрий Валентинович. Сейчас, кого не почитаешь, кризис среднего возраста, депрессии. Ай, посмотрите, какая жизнь сложная. Я, может быть, опять сейчас в такое личное пространство вторгаюсь. Не было там душившей обиды, слез? Нет. Нет? Нет. Все, что не делается, все к лучшему. То есть вы для себя вот этот вот тезис вывели. А как сейчас часто летаете? Или это было единоразовое поднятие? Нет, я летал, ну как же, это ж было, я же получил удостоверение пилотское с возможностью, там написано, командир воздушного судна. То есть я прошел теоретическое обучение и программу обучения летную, и был выпущен, и потом мне документы были направлены в Росавиацию, и Росавиация мне выдала вот это вот пилотское удостоверение. А комиссию пришлось проходить? Да, да, медкомиссию. А там врачи, как бы так помягче сказать, не были удивлены? Нет, они, кстати, это все видели, и не один раз. И то есть через них, через их руки проходили разные люди. И вот кто без ног, проходили. Но в последнее время, конечно, нет, а вот в советское время, да, были люди, которые летали, они без ног стремились летать, правда, их не допускали, но вот меня все-таки допустили. Вот, потому что в другое время. Геннадий Николаевич, как научиться так жить, скажите? А то здесь что-то происходит, уже за голову хватает, а все жизненно разрушено, ничего не получилось, ничего не удалось. Я не знаю, перепечатывать эти статьи, ваши колонки, которые вы писали, ваши материалы. Сейчас резонанс будет совершенно другой, потому что, во-первых, неумело делается очень много, особенно по телевидению. Вот человек действительно совершил какой-то подвиг, начинает его, посадили на телевидение, и начинает, что вы чувствовали вот в этот момент, когда вы спасали там это. Ну, более идиотского вопроса задать трудно, но именно это, вот все как-то тупо делается, и это не воспринимается. Это не воспринимается. Делается так, герой становится самым неинтересным человеком. Вот такое мы объяснение. Но я хочу минуту занять еще, чтобы вы поняли, как жить, и вот кто такой Юра, кроме того, что вот известно. Вот представьте себе, в разгар, в бурю, когда вот эти миллионы звонков там на комсомолку обрушились, где-то недели бушуют. Вот, я улетал или в Мексику, или не помню, в общем, у меня не было времени. А Юра попал на реабилитацию в Красногорск, да, попал в госпиталь. Одна из реабилитаций была. И я, покидая кабинет, знаешь, закон, не бери трубку, когда звонит, последние звонки, постоянно, это ясно. А мы сидели, Песков, голова, навия у нас, значит, кабинет. Но тогда никого не было в кабинете. Я убегаю уже на аэродром. Звонок, и все-таки я вернулся, снимаю и слышу, говорит человек, говорит, я полковник такой-то, у меня беда. У меня десятилетний сын попал под трамвай, ему отрезало обе ноги. Как ему, он хочет покончить с собой, ему 11-й год, по-моему, шел, и он встретится, значит, вот с Юрием Козловским. Я говорю, вы понимаете, он в больнице. Дать его, мы не имели права, помнишь, давать даже не адреса, потому что, ну, человек, у нас отдел писем был человек 60, и то не могли справляться с почтой. И я, в общем, не смог дать. Я сказал, извините, но ничего, я ничем не могу вам помочь. Ничем. И положил трубку. Подошел к двери, вот я помню, остановился и принял, сказал, будь проклята, моя профессия. Будь проклята страна, куда я очередная, куда мне надо лететь. Будь проклята время, так сказать, в которое я живу и так далее. Найти этого человека, который звонил и просил меня о помощи связать, чтобы мальчик связался с ним. Я не мог. Он исчез из эфира. Он позвонил и все, я не спросил. Ни телефон, ничего. И вот я стоял, я был потрясен, я был разрушен впервые, проклиная свою профессию. Разрушен. Это удар молнии был. Больше у меня никогда такого не повторялось. И потом вдруг звонок еще, я думаю, уже сниму еще раз уже. Все. Снимаю. Звонит опять этот человек. Повезло. Я говорю, не бросайте трубку, ни в коем случае. Извините, пожалуйста, меня. Будьте на трубке. Кладу трубку, бегу по коридору, а у нас коридор ведь большой был в Комсомолке, как взлетная полоса. Я добегаю до кабинета главного редактора, хватаю Кремлевку, кремлевский телефон, снимаю трубку, звоню главному врачу госпиталя вооруженных сил, где Юра лежал. И говорю, мне нужен Козловский, Ябочаров, вот, то-то, то-то, вот, кровь из носа. Там нажимается кнопка, говорит, он на процедуре. Я говорю, неважно, умоляю вас подвезите его как угодно, чтобы он оказался на связи. Ну и в итоге. Его привезли в итоге в кабинет. И мы с ним связались по Кремлевке. Я сказал, Юра, мальчик, вот такой, этого полковника, беру фамилию и то-то, то-то. Юра сказал, пусть он его привозит ко мне. Я их связал. И потом все, вот он помогал парню, потом, не просто письмо, а он, то есть, он его опекал. Вот кто такой Юра Козловский. Юра Владимирович, финальный вопрос, скажите, а вы планы на будущее строите? Или с человеком может случиться все, что угодно? Повести, не повести. Есть планы на будущее? Я не знаю. Планы на будущее жить. В принципе, какие сейчас планы? У меня 70 лет. Все тоже начинается. Главное проработать подольше. Потому что в моем возрасте и в моем физическом состоянии, если, допустим, у меня не будет этой работы, на которой я сейчас работаю, вряд ли появится новая. Поэтому у меня планы такие, чтобы как можно приносить больше пользы в данном месте, где я нахожусь. Если хочешь насмешить Бога, поделись с Ним своими планами. Поэтому лучше ничего не планировать. Юрий Валентинович, вот за любовь к жизни, за то, что вы есть, за то, что вы действительно непобежденный и будете оставаться таким. Ну, во-первых, низкий вам поклон. Спасибо. Спасибо и за то, что выжили, и за то, что не опустили руки. Может быть, те люди, у которых есть какие-то сложные ситуации в жизни, сегодня посмотрят нашу программу и скажут, слушайте, ничего не закончилось. Все только-только начинается. Жить это здорово. Жить нужно. Жить необходимо. Сумел выжить, сумей жить. Вот его. И наш сегодняшний герой Юрий Козловский тому подтверждение. Низкий вам поклон. От всех. И вам большое спасибо, что не забываете. Итак, я напоминаю, Юрий Валентинович Козловский, военный летчик первого класса, майор, герой публикации, Геннадий Бочаров, публицист, журналист Комсомольской правды, были у нас в эфире. Всем спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова